Малыш, красиво, красиво, молодец, 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 молодец. Сережа всего год и 10 месяцев, а он уже умеет играть на балалайке. И неудивительно, малыш растет в музыкальной семье. Его родители Алексей и Екатерина Бурдаевы открыли под Барвихинским небом в рамках фестиваля «Солнце красное» выездной музей народной музыки. Здесь и ложки, и трещотки, и гармонь, и, разумеется, гусли. Старинный русский инструмент, именно что самый русский, потому что был найден в археологических раскопках в Новгороде и датируется где-то там 11 веком. То есть там немножко крыло другое, это уже современная модель, современная версия. Алексей Гончар в четвертом поколении может, пожалуй, любого научить своему ремеслу. Говорит, секретов нет. Работать мужчина предпочитает по старинке на ножном гончарном круге. Для производства посуды использует белую глину, которую сам же и добывает. Теперь сделаем узатенький снизу. Палец вот так. Не спеши, не спеши. Кончиком пальца, смотри, нажимай на себя. Не спеши. Стоп, стоп, стоп. Очень спешишь. Поспешишь, людей насмешишь. Это знает каждый гончар. Люди импульсивные, резкие. В этом ремесле вряд ли добьются успехов. Придать форму глине – это даже не половина дела. На сушку, например, этой вазочки уйдет неделя. Обжигать что маленькое, что большое, толстое или тонкое, одинаковое время примерно. Но обычно, чтобы было хотя бы 800, а лучше 1000 градусов. 1000-1100. Но вот я обжигаю часов 8-10. Это выходит от времени. Куба-два дров сжигается в это время. Наши предки верили, что подкова приносит счастье. Сделать такой оберег на фестивале «Солнце красное» можно было своими руками. Оказалось, что это по силам не только мальчикам, но и девочкам. Правда, при условии, что рядом настоящий кузнец. Сначала ее клали в костер, где было 90 градусов. Она твердая, с самого железа. Когда ее в костер кладут, она там минут две в костре лежит. Потом она красненькая становится. И молотком. Финальная часть национального фестиваля «Гала-концерт». Его участники приехали в Одинцовский район из разных уголков России. Это совсем юные исполнители и профессиональные музыканты. Например, группа «После 11». Ну, послушай, что он играет. Это же вот, собственно, если ты русский человек, у тебя какие-то бегут такие мурашки, которые какие-то такие древние, что это необъяснимо. Просто ты понимаешь на каком-то корневом уровне, что тебе это очень сильно нравится. Фестиваль «Солнце красное» собрал в Барвихе настоящих знатоков и ценителей национальных традиций и культур, связанных одной целью – увеличить число единомышленников. Это крайне ценно, крайне важно, крайне необходимо нашему молодому поколению. И, естественно, основными участниками нашего фестиваля являются и дети, потому что именно им мы должны передать свои навыки, свои традиции и обычаи. Я вижу отклик в сердцах зрителей, в сердцах участников фестиваля. Я очень надеюсь, что наш фестиваль «Солнце красное» в Барвихе будет проходить ежегодно. Ну, это несомненно планируется стать традицией. Очень хорошо, что мы стали зачинателями этого дела в Одинцовском районе. Фестиваль «Солнце красное», кажется, поддержала даже природа. Дождь, сначившийся утром, прекратился и дал гостям и участникам получить удовольствие от исполнения народных песен и мастер-классов. А такая поддержка дорогого стоит. Ты взойди в «Солнце красное»! Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».